Честное слово. Так называется новая музыкальная сказка для детей, которая завершает театральный сезон «Карачаевский театр». Первыми оценили постановку самые маленькие зрители и наша съёмочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Через две минуты начнётся действо. В зале уже хлопают зрители, приглашая актёров на сцену, а за кулисами – последние приготовления перед выступлением. Для детей мы особо всегда стараемся, потому что это очень самый такой требовательный зритель, наверное. И ответственность, скорее всего, больше всего ответственность чувствуем, потому что они приходят сюда, как наш режиссёр говорит, из другого мира в мир театра, обмануться. И мы должны им это предоставить. Спектакль «Честное слово» был поставлен в рекордно короткие сроки, с учётом времени пошива костюмов всего 10 дней. Этой красочной музыкальной сказкой Карачаевский театр закрывает сезон. «Честное слово, это честное слово, это само название уже даёт, о чём будет идти речь. Дал слово, значит, заяц, и это, честное слово, он будет держать до конца. Эта сказка именно костюмная, музыкальная. Я так думаю, что наши маленькие зрители с удовольствием будут смотреть. Мы сейчас с этой сказкой закрываем наш театральный сезон. В сентябре месяце вниманию наших маленьких, самых маленьких зрителей будет предоставлена эта сказочка». Автор, режиссёр Балкасского театра Магомед Атмурзаев рассказывает, что ему хотелось сделать для детей что-то яркое и поучительное. Сказка о любви к родителям и верности данному слову. Маленький зайчонок идёт через лес, полный опасностей за лекарственной травой для своей заболевшей мамы. На обратном пути ему встречается серый волк, но не особо злой, потому что сытый. Он отпускает зайчонка домой, но лишь под честное слово, что тот вернётся к ужину. Что зайчонок и делает? И именно за то, что зайчонок сдержал своё слово, волк его и отпускает к маме. «У меня вот одна книга вышла, детские сказки, пьесы. Это давно я выпустил, по-моему, в 2004 году. Ну, с тех пор эта сказка идёт во многих театрах по Северному Кавказу. Ну, когда мне сказали, нужна какая-то сказка, особенно на русском языке, пока. Ну, и на языке будет она. Поэтому я остановился на этой сказке, тем более это зверёё моё, честное слово». Дети активно включились в действие на сцене, поддерживая героев из зала. По словам режиссёра Магомеда Атмурзаева, самая большая награда для труппы – детские улыбки и восторг в детских глазках. Значит, всё получилось. «Мне понравилось, как её озвучивали, мне всё понравилось. Лиса, ворон, волк, заяц, зайчиха. Из убитенного я и сделала вывод, что данное слово надо держать. Мне больше всего в сказке понравилась ворона. Она была весёлая, смешная. Понравился волк. Он спрашивал у нас наше миленье. И мы участвовали в сказке». Премьера сказки «Честное слово» запланирована на сентябрь. Творческая группа, работавшая над постановкой, с нетерпением ждёт новых встреч с самыми маленькими своими зрителями. И готова вновь и вновь радовать их красивыми, добрыми сказками.